Всем привет! С вами снова Сергей Рева. Добро пожаловать на канал о жизни в Швейцарии. Сегодня мы с вами прогуляемся по центру Цюриха и посмотрим на то, как город выглядит во время карантина. Ну что, давайте начинать! Сегодня 30 января, суббота, 9 утра, и мы с вами находимся на мостике для влюбленных. Начну свое видео отсюда, потому что каждое свое видео я делаю с любовью. Хотя, кого я обманываю, здесь просто рядом был Старбакс, поэтому я здесь. Смотрите, снег тает, в Цюрихе весна, и Лемат, уровень реки Лемат немножечко поднялся, течение довольно сильное, ну и снега, как видите, в Цюрихе уже нет. Остался снег только на горе Утлиберг. Ну что, друзья, мы постепенно вышли с вами до Банхофстрасса, 9 утра. Обычно в это время здесь очень много людей, потому что все приезжали на шопинг, а сейчас все закрыто. Летают птички, бегают люди, ну и работают фонтаны. Те, кто были в Цюрихе в субботу до карантина, либо те, кто здесь живут, конечно же, удивятся, потому что людей очень мало. Обычно в такое время все только начинают съезжаться, и уже Банхофстрасса очень загружена. А сейчас, как видите, почти никого нет. Мы с вами пройдемся вдоль Банхофстрасса и выйдем к озеру. Сразу прошу прощения за ветер, сегодня очень ветрено, у нас потеплело, дует сильный ветер, и если будет задувать в микрофон, то не пугайтесь. Здесь, мне кажется, как раз пока карантин, здесь решили что-то отремонтировать. Прямо в центре. Бауштеллен инфо. В конце марта 2021 года должны закрыть. Ничего себе. Аж до конца марта будет ремонт продолжаться. Трамвайчики ходят без проблем. Ну и, конечно же, что сейчас открыто? Открыты продуктовые магазины. Вот, например, Коп-Сити открыт. Открыты аптеки, банки, отделение почты. Остальные магазины, типа техника, одежда, модные швейцарские часы. Все это закрыто. Смотрите, как раз мы будем проходить мимо магазинов с часами. Давайте зайдем внутрь улицы. И все сейчас закрыто. Единственное, что изменилось с новыми карантинными мерами, которые будут действовать до конца февраля, это то, что заново открыли киоски. И магазины, которые работали по воскресеньям, ну, обычно маленькие магазины возле заправок, либо на железнодорожных станциях, они снова могут открыться. Чему я был безумно рад, потому что возле меня, например, есть заправка. Она была закрыта по воскресеньям, но обычно это был единственный такой пункт, где вы можете хоть что-то купить в воскресенье, если вы забыли пошопиться до. Удивительно видеть улицу такой, потому что я привык, что в субботу здесь нужно готовиться к тому, что вы пробираетесь просто через людей. Везде стояли очереди, а сейчас никого. Шпрюнгли тоже закрыт, но маленькие магазинчики работают. Например, в аэропорту магазинчик открыт. Кстати, по поводу перелетов. Недавно проверял свой инстаграм, и я подписан на страничку Цюрихского аэропорта. Пишут, что с 1 февраля нужно будет обязательно прилетать в Швейцарию с отрицательным тестом на COVID. То есть, если вы летите в Швейцарию, вам нужно обязательно быть с отрицательным тестом. Дополнительно, даже для швейцарских граждан, если вы прилетаете из стран риска, так сказать, вам нужно будет уйти на 10-дневный карантин. Но карантин можно сократить, если на 7-й день карантина вы сдадите тест, и он будет отрицательным, вы можете закончить карантин. То есть, вот такие правила сейчас. А мы уже постепенно подходим к Цюрихскому озеру. Очень пусто. Так обычно Банхофстрасс выглядело до карантина в воскресенье рано утром. Хотя даже в воскресенье до карантина здесь работали ресторанчики, кафе. И народ все-таки приходил сюда погулять, поесть где-то. Мой любимый Версачи только вот открылся, и потом жахнул карантин, ну и им пришлось закрыться опять. Ну и надеюсь, карантин закончится, и можно будет приходить на шоппинг. Национальный банк Швейцарии мы проходим. И прямо возле банка всегда по субботам здесь был блошиный рынок. Вот на этой площади обычно был рынок, но сейчас, видите, пусто. Мы с вами вышли на Буркли-Плац. Я надеюсь, сейчас хоть немножечко покажу вам озеро без ветра, потому что ветер сегодня... Ух, какой! Ну что, друзья, мы с вами на Буркли-Плац. И посмотрите, по флагу видно, какой сегодня ветер в Цюрихе. Озеро немножечко штормит. Ну и здесь даже никого нет, никто не сидит в этом небольшом парке. Основной наш памятник. Немножечко срамоты в ленту. Я надеюсь, Ютуб не заблокирует меня за эти телеса. Ну и вот так сегодня выглядит Цюрих. На Утлиберге еще лежит снег, а в Цюрихе уже нет. Ну и сегодня немножечко видно Альпы заснеженные. Но в середине дня обещают дождь, поэтому я вышел пораньше показать вам Цюрих, потому что под дождем снимать не совсем удобно. Ну и здесь очень знаменитое место на Цюрихском озере. Здесь всегда собираются гуси, лебеди, утки. И у них утренние процедуры. Давайте поближе подойдем. В этой части обычно стоит мужчина, который пускает мыльные пузыри, такие огромные. Собираются дети, потому что он дает детям тоже попробовать пустить такой пузырь. А здесь, ну, всегда лебеди собираются. Смотрите. У них тут утренняя чистка. Привет, красавчики. А один там спит под мостом. И стоя. Как можно спать стоя и под мостом, когда ты такая красивая птица? Давайте выйдем с вами на пирс. Распугаем всех чаек. Купаться запрещено в радиусе 100 метров. Ну, правильно, потому что сюда подходят обычно кораблики. Не кораблики, а прогулочные катера. И купаться здесь опасно. Ну, и смотрите, мы вышли прямо к озеру. Здесь заканчивается пирс. И вот так вот сегодня выглядит набережная Цюриха. На набережной тоже немного людей. Народ спит. Никуда не выходит, потому что все закрыто. Рестораны закрыты, кафешки закрыты, магазины закрыты. Можно сходить только в аптеку и в супермаркет. Из развлечений. Хотя тоже такие сомнительные развлечения, я бы сказал. Идем обратно распугивать всех чаек. Ну, простите меня, но мне же нужно как-то вернуться обратно. Привет! Все. Выполнил свой план на сегодня. Я сегодня распугал всех чаек на Озии. Ну, куда вы? Куда вы сбежали от меня, красотки? Опять срамота, только уже с другой стороны. И чайки. Кстати, на Буркли-Плац завершили ремонт этого маленького киоска. Здесь продают билеты с одной стороны. С другой стороны продают сосиски жареные, братворст. Сигареты, всякую разную такую мелочь. Ну, и с той стороны находится туалет. Сделали такую небольшую крышу. А лавочки, по-моему, здесь такие же и были. Обычно здесь собираются группы, которые ждут свой катер и потом садятся и уходят вдаль гулять по Цюрихскому озеру. Хочу еще показать вам очень интересное место. Наверное, только в Цюрихе есть такие места, где вы можете пройти ниже уровня воды. И вот смотрите, мы с вами идем под мостом. Вот пешеходная дорожка, а вот здесь уже вода. То есть, получается, вы проходите по уровню ниже, чем уровень воды. Мне нравятся такие-таки интересные места, по которым можно ходить, гулять. И здесь, видите, никого нет, только уточки есть. О, опять драка. Что ж такое у них там? Ну что, друзья, на этом все. Я надеюсь, эта небольшая прогулка вам понравилась. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Ну и, я надеюсь, карантин скоро закончится. Мы с вами снова сможем путешествовать. И жизнь как-то приобретет новые краски в 2021 году. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok